Предыстория, несколько минут до этой потасовки, она показывает, что эта группировка двигалась совершенно осознанно в моем направлении. Она остановилась прямо перед тем местом, где я сижу. Там этот скандал, который они устроили в Государственной Думе, был озвучен очень громко. И без моей ироничной реплики, естественно, не обошлось бы. Они на это рассчитывали. Каратэ по-русски это страшная сила, помогает даже в решении государственных вопросов. Когда Владимир Жириновский плюнул в лицо Андрея Савельева, он не ожидал, что депутат окажется каратистом. Оставить все просто так было невозможно. Ну, пошел удар, места не было особенно, чтобы развернуться, поэтому подогоняющий так легко его достал. Владимир Жириновский, не обладая специальными навыками, все-таки попытался атаковать. Но, как вспоминает Савельев, это было не время и не место для дискуссии. Прыгает человек. Вот я беру его, он зацепился за шкирку мне, да. Я вместе с пиджаком его сбрасываю. И замахиваю, смотрю, он дрожит, ждет. Ну, ударил его, но не сильно, так, не сжатой рукой. Андрей Савельев занимается каратэ уже давно. По его словам, восточными единоборствами часто увлекаются уже состоявшиеся и успешные люди. Овации буквально. Вы какую цель перед собой ставите, когда вы занимаетесь каратэ? Это спорт, какие-то, может быть, достижения или просто физическая форма? Нет, это, конечно, не спорт для меня. Вообще каратэ это не спорт, а боевое искусство. Для меня это форма жизни духовной. Потому что через физическое познается дух. Я еще немножко философ, доктор политических наук. Пишу книжки, около десятка книг написанные. И в том числе мне каратэ дает творческие силы. Как же вы, философ, трясущегося Жириновского ударили таки? Ну, бывает так. Знаете, наша служба опасна и трудна, помните? Вот в политике то же самое. А сколько вам лет было, когда вы пришли в каратэ? Я, дело в том, что я занимался дзюдо в юности. Когда у меня появились дети, я решил тоже, что они должны какое-то боевое искусство освоить. Привел их в секцию каратэ. Они начали заниматься. Потом я с ними стал заниматься. Потом они выросли, ростом с меня бросили это дело. А я продолжаю. Ну, вы пришли в каратэ ради того, чтобы научиться драться? Или это изначально был путь такой вот философский какой-то? Да. Просто для взрослого человека это уже, как бы, достижение в каратэ не может представлять из себя самоутверждение в какой-то компании. Это может быть отчасти продолжение обучения, преодолевать страх, преодолевать боль, преодолевать усталость. Это во всех возрастах возможно. Но главное, думаю, для взрослого человека в занятии боевыми искусствами, это духовная жизнь. Такие формы духовной жизни другие занятия не предоставляют. Сидение за книгой или за компьютером не дают того духовного опыта, который дает каратэ. Депутат собрал большую коллекцию холодного оружия. У него есть все, что необходимо для ведения рукопашного боя. Этот самурайский меч Савельев принес на заседание Государственной Думы на следующий день после драки с Жириновским. Оружие Андрей Николаевич поместил в тубус, который положил на стол рядом с собой. Меч депутат специально не демонстрировал, лишь приоткрыл тубус так, чтобы всем была видна рукоять самурайского оружия. Захотят расквитаться со мной за то, что лидер той самой фракции получил, что называется, по сусалам. И в первые, может, неделю, может, две кто-то захочет спровоцировать дракуста, я бил бы по конечности, которая была бы поднята слишком высоко, или по ноге. Перелом гарантирован, человек выключен. Два удара, два перелома. А больше и не потребуется.